Ей огромное спасибо. Ну, раз уж вы пришли, тогда давайте пару слов, чтобы нам не сильно отвлекаться от гонки, тем не менее. Ну, что? Последний старт нынешнего сезона. Вам огромное спасибо за организацию соревнований, госпожа губернатор. Мы все молодцы, полагаю. Ну... У нас прямой эфир. Я понимаю, я не буду ругаться. Больше того, мы, болельщики, очень рады тому, что происходит на стадионе эти несколько дней. Волнуемся за всех. Трибуны абсолютно адекватные, реагируют на каждый успех, сопереживают своим, россиянам. Поэтому мы все болеем и ждем медалей. Ну, я рассчитываю, что в любом случае мы уже получили этап Кубка мира на послеолимпийский год два раза, но Ханты-Мансийск продолжает находиться в центре биатлонных событий. Вы разговаривали с Бессебергом и планов у Югры Громадье. Да, мы заявляли, заявляемся и будем заявляться на проведение самых разных российских и международных соревнований. Огромное вам спасибо, Наталья. Я уже с вашего позволения продолжу работать. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталья Комарова. Спасибо огромное. Ни володец зашла на самый верх комментаторских позиций. Это было нелегко сделать. Ну и теперь продолжаем репортаж. Тем более, что Вилухина у нас на первой позиции. Сейчас идет, преодолевая два километра и сто метров. Кайса, Гёстнер, Хенкель, Петгрушная, Зайцева на шестом месте. Три и три десятых. Что касается Екатерины Глазырины, она пока на двадцать четвертом месте. Итак, Вилухина. Ну, мы видели, что очень неплохая скорость. Хорошо работали лыжи. Вот этот кураж, вот эта работа, проведенная, все-таки воплотилась в результат здесь, в Ханты-Мансийске. Ну и что касается финишных моментов сезона. Вот сейчас обратите внимание, что больше того, даже впереди Кайса и с просветом вот этого, пожалуй, уважаемые дамы и господа, мы не видели никогда в исполнении, собственно, той же Вилухиной на протяжении пары сезонов, что она выступает в сборной команде. Во всяком случае, под занавес. Последняя гонка. Важно справиться за стрельбой. Но сейчас и Гёстнер, и Кайса, Андреа Хенкель, Тура Бергер, все остальные с просветом Вилухиной проигрывают. Но важно теперь собраться на огневых рубежах. Важно посмотреть, что будет дальше. Их четыре. Ветер задувает. Снег по-прежнему идет очень серьезный. Но вы посмотрите, что Вилухина с каждым буквально отталкиванием еще несколько сантиметров прибавляет. И мы видим достаточно солидный просвет. Это перед первым огневым рубежом. Согласитесь, такое происходит нечасто, мягко говоря. Что касается Вилухиной, то она лучший результат имеет в масс-старте нынешнего сезона. Восьмое место это было в Поклюке. Чемпионат мира не получился. Двадцать третья позиция. И еще одно четырнадцатое место у спортсменки из Новосибирска. Сейчас каждый на своем щите работает, а уже следующие стрельбы, соответственно, по мере пребывания спортсмены. Блестящий Вилухина. Посмотрите, насколько быстро и качественно. Остальные только изготавливались. Но даже работать не начали. Вилухина первая. Гёстер неудачно. Зайцева последний выстрел безукоризненно. Также проводит Вита Семеренко, Тура Бергер, Дорен Абер. Вилухина уже в гонке. И только-только, кстати, вот мы видим, что обгоняет Ольга Зайцева, Андреа Хенкель. И сейчас будет на второй позиции российская спортсменка. Да и Хенкель, к тому же, круг убежала преодолевать штрафной. Но Зайцева сработала на опережение, делая поворот. Домрачева попадает. Но сейчас проигрывает. И мы отмечаем, что и Екатерина Глазырина блестяще отработала на первом огневом рубеже. Вилухина первая. Зайцева вторая. И преимущество у Вилухиной большое. 13,4 секунды относительно москвички Зайцевой. Вита и Валя молодцы. Плюс 16. Бергер пятая. Ну и вот мы видим, что здесь снова не везет Дарье Домрачевой. Она потеряла палку. И будет сейчас уже проигрывать достаточно много. Довольно часто случаются такие неприятные вещи в контактных гонках. Нужно держать ухо востро. Домрачева 15 и 32 секунды отставания. И пока, если говорить о неудачницах этой стрельбы, Анастасия Кузьмина промахнулась два раза. И уже сразу же отброшена на 29 место. Одну минуту и 12 секунд. Ну что ж, сборная команда России выглядит очень здорово на старте. Мы видим Тура Бергер. Она, кстати, ну достаточно тяжеловато передвигается по дистанции. Глазырина на ваших экранах, потому что уходила фактически четвертый-пятый. А сейчас еще несколько мест проиграла. Это Дарья Домрачева. Ну, свежий снег и Оливье Ганон, тот самый замечательный сервисер, Который так много помогал Дарье Домрачеву добиваться успеха, Все же ошибается. Ну, такая уж у людей работа. И каждый раз угадать очень сложно. А это Ольга Вилухина, Которая с отрывом ушла с большим, почти 14-секундным отрывом от всех остальных. Пока в нынешнем сезоне у российских спортсменов только лишь одна победа. Стараниями Ольги Зайцевой. Ну и, конечно... Но, сейчас, впрочем, сделаю паузу, Потому что вы сами прекрасно поняли, что хотел сказать ваш покорный слуга. И дождемся итогов окончания этой гонки. Зайцева пару позиций потеряла, но идет уверенно. За ней сразу же Тура Бергер, Габриэла Саукалова показалась. И вот еще одну группу ведет за собой Екатерина Глазырина. Там за ней Кристина Палка. Кристина Палка, кстати, очень долго маялась со спиной. На протяжении практически нескольких лет она и не позволяла болела и показать хороший результат. Но каждый раз, по свидетельству тренеров польской сборной, Она стремилась показать максимальный результат и вырасти в лидера команды. И вот нынешний сезон, в этом смысле, стал определяющим для очень опытной спортсменки. Отрезок 3,4. Мы видим просвет, который по-прежнему сохраняется, Но есть ощущение, что чуть-чуть приближаются. Да-да-да, приближаются на отрезке 3,4 те, кто преследует Вилухину. И 13,4 было отставание после первого огневого рубежа. Сейчас уже меньше десяти проигрывает Вита Семиренко. Дорен Абер, Валя, Зайцева, Виткова, Бергер, Сукалова. Две чешки. Смотрите-ка. Кайса Макаранин, Тирил Эков. В 12 секундах 10 человек. Дальше вторая волна. Глазырина, Палка, 16 секунд. Дальмайер подтянулась. 16,9. Селина, Гаспарин. Потом еще плюс 12. Домрачева, Джима, Хенкель, Новаковска, Жемняк, Гвиздань. И 40 секунд. Игрушная, Бесконная и так далее. Остальные проигрывают уже больше. Достают, достают Вилухину. Но понятно, что легче работать. Мы видим, что Кайса Макаранин не ждет у моря погоды. И пытается по левому флангу приблизиться к Дорен Абер. Уверенно идут украинки. И за ними работает Ольга Зайцева. Контролирует ситуацию и Тура Бергер. Но здесь она пока в гуще событий. И не торопится выйти вперед. Но, собственно, и особой сил-то, наверное, для этого нет у Туры. Подходит к отрезку 4 километра и 600 метров спортсменки и Ольга Вилухина. Два промаха на стойке. Конечно, несвойственная стрельба в гонке-преследовании. И Ольга отметила, что все еще не хватает выдержки. Старается работать над собой. Временами тороплюсь. Но, тем не менее, все делают для того, чтобы сработать качественно на рубежах. Держалась гонка из последних сил. Последний подъем запрыгивала по максимуму. Ну, по максимуму и сейчас. Вот с учетом той разницы между выступлениями в Сочи и здесь, ведь сегодня неделя. Но Ольга отметила, что, наверное, все дело в голове. Себя отпустила, груз ответственности давила. Ну, и отметила, что все же в сезоне были хорошие моменты. Отметила Вилухина, что очень жаль, что заканчивается сезон. Потому что с учетом... Ох ты, ой, это у нас еще одно падение. И, по-моему, это с Зайцевой случилась еще одна неприятность. Я сейчас попрошу редакторов внимательно рассмотреть все то, что происходит. Да, вот Ольга сейчас отстает. И мы видим, что еще в одной контактной гонке Ольга Зайцева упала. Давайте попробуем еще раз просмотреть. Настя Соколова, я прошу нашему редактору, посмотреть, что там произошло. И с учетом наших возможностей показать еще раз этот драматичный момент. Итак, падение у Зайцевой. И мы видим, что 21 секунду она проигрывает. Что там произошло, спрашиваю я Москву. Ну, по-моему, что зацепил из-за кого-то из соперниц. И такое обескураживающее продолжение гонки. Но борется Зайцева. И вот уже девушки на дистанции. Караван растянулся. И в числе последних номеров этой первой десятки бежит Ольга Зайцева. Но на то и контактная гонка, что всякое бывает. И нужно постоянно быть к этому готовым. Но согласитесь, что слишком много в нынешнем сезоне было досадных моментов. Потеря медали, да еще и в хантах на глазах у родной публики. Очень неплохо набрав ход после первой стрельбы. Зайцева опять упала. Ну что ж, Велухина. Ее уже догнали. Две украинки. И мы видим, что семь человек. Семь человек. Причем в этой группе две чешки. И там нет Туры Бергера. Она на расстоянии от Витковой и Саукаловой. Но там немного совсем. Может быть метров 5-6 проигрывает норвежская обладательница всех Крустальных Глобусов. Ветер серьезный. Второй огневой рубеж. Зайцева подошла и Глазырина. Ну точнее Глазырина и потом Зайцева. Велухиной промах. На круг бежит Велухина. Так, Витас Валей. Прекрасно. Турен Абес. Здорово. Накаранин. Виткова два промаха Саукалова. Дальмайер. Палка. Бергер будет бежать. Круг. Глазырина очень точно отработала. Велухина преодолевает штрафной круг. Глазырина сейчас будет достаточно близко к тройке сильнейших. Ну и пока никак не может, судя по всему, Зайцева открыть огонь. Бывают после таких падений проблемы с оружием. Мы это видим очень часто. Ну что ж, Глазырина восьмая. Велухина девятая. Отставания пока незначительные. 18 и 20 секунд. Грегори Ноберхофер попали. У нас Вита и Валя Семеренко. Украинский тандем идет впереди всех. Снова промахи у Кузьминой. Много. У Зайцевой один промах сейчас. Ну наверняка что-то случилось в результате падения. И именно вот отсюда все эти нюансы связаны с тем, что Ольга проигрывает уже больше минуты. И отставания огромными стали. Глазырина восьмая. Велухина девятая. Да, ну вот сейчас нам заметно, что помогает судья. Ну понятно, что в результате падения снег забился во всевозможные места в винтовке. И собственно говоря, именно это мешало прицелиться Ольге Зайцевой. И отсюда вот такие болезненные отставания. Вспоминается чемпионат мира в Оберхофе, когда в результате падения тоже забился снег. У Светланы Ишмуратовой она вынуждена была сойти. Довольно часто это бывает. Погода снежная, трасса разбита, кругом сугробы. И понятно, отчего Ольга Зайцева испытывала эти проблемы с оружием и снегом. Но желаем ей удачи. Итак, после второй стрельбы Вита Валя, Дорен Абер. Дальше Кайса, Габриэла Саукалова, Лаура Дальмайер. Лучшая среди немок. Кристина Палка седьмая, Глазырина восьмая, Вилухина девятая. Посмотрим, как меняется ситуация сейчас в гонке. Вита Семеренко первая за ней. Ну, собственно, ее родная сестра. Француженка, Финка и Габриэла Саукалова. Вот она группа лидеров. Причем уходили втроем Вита Свали и Мары Дорен Абер.